Вдохновить, рассказать о своей дороге к успеху и преодоленных трудностях. Спортсмен, который уже вписал свое имя в историю тхэквондо, встретился в набережных Челнах с только начинающими этот путь. И хотя многие из них уже имеют богатый опыт участия в соревнованиях и достигли определенных высот, мастер-класс олимпийского призера стал для них еще одной ступенькой к новым победам. Даже тренеры, которые сами подготовили ни одного спортсмена, внимательно слушают второго в мировом рейтинге тхэквондиста. А уж малышам, собравшимся в эту субботу в детско-юношеском спортцентре, номер 14 было еще интересней. Что их ждет впереди? Просто не будет, заверил старший товарищ. Например, чтобы попасть в свою весовую категорию, Алексей прошел целый ряд испытаний. Усиленные тренировки, голод и жажда, бессонные ночи. На Олимпийские игры я согнал 12 килограмм. 12 килограмм. Я походил на 12 килограмм. Это не килограмм, не два, ну и не пять даже. Я тренировался до тех пор, меня тренер гонял, то, что я уже после тренировок, даже во время тренировок, я уже начинал плакать от того, что мне было тяжело. Однако желание представить страну. Биться за золото на самых престижных соревнованиях планеты победило. И как результат, высшее достижение россиян тхэквондо ВТФ среди мужчин числится именно за Алексеем Денисенко. Тогда в набережных Челнах, вернувшегося из Лондона с бронзовой медалью спортсмена, чествовали как настоящего героя. Я просто не могу выразить это все словами. Большое вам спасибо за все, за вашу поддержку. После триумфа в 2012-м юноша не остался почивать на лаврах. Были и новые победы. После каждого выступления, опять-таки, пресс-конференция у него, как бы, честно сказать, он даже дома не бывает. В основном он, я же говорю, отнес сборы и по гран-при, по Европе. Сейчас он чемпионат мира представляет будет, нашу страну. А буквально на днях Алексей завоевал гран-при международного турнира в Мексике. Я провел три поединка, встречался со своими, как бы, соперниками, которые уже, у меня есть должки. В финале я встретился с испанцем, которым на Олимпиаде стал олимпийским чемпионом. И здесь довольно-таки такая вот, ну, уверенная победа. Главная надежда России в тхэквондо с удовольствием делился с последователями секретами, показал основные спортивные хитрости и свои фирменные приемчики. Вот такой вот у именитого спортсмена график между сборами и соревнованиями. Так что времени побыть дома практически нет. Но ближе к Новому году Алексей Денисенко все же окажется там, в родном Батайске, Ростовской области, где его ждут родители и три сестры. Егор Орлов, Андрей Баслаков, РНТВ, Набережные Челны.